Девушки отдыхают Я хочу представить вам наших сегодняшних игроков Когда час назад мы случайно увидели их вдвоем на улице Мы тут же поставили вокруг них декорации и начали бешено снимать Потому что такой шанс упускать нельзя Великие Иван Ахлобыстин и Гарик Сукачев Господа, Иван, Гарик Я вас приветствую вместе со всеми, кто здесь собрался Несколько интересных фактов о наших гостях Выдающийся российский актер, кинорежиссер, сценарист, журналист и писатель А все потому, что в детстве съел учебник по русскому языку Это реальный факт Папа накормил Каким он видит самого себя мы не знаем Но на заре карьеры снимался под псевдонимами Иван Чужой Леопольд Роскошный И Иван Лесничий Что мы точно знаем, так это то, что он прекрасен во всех своих ипостасях Единственный, неповторимый Иван Ахлобыстин Мой друг, между прочим Культовый рок-музыкант, поэт, композитор, актер, режиссер и сценарист Лидер групп «Закат солнца вручную», «Постскриптум», «Бригада С» и «Неприкасаемые» Да Вот этот человек Вообще-то давно пора обращаться к нему Игорь Иванович Но знаете, так и подмывает сказать «Гарик, привет!» Гарик Сукачев Паша Лидерова, привет! Сколько лет вашей дружбе? Давно ли вы дружите? Блин! Ну лет 50-40 Да, да, да На самом деле мы с Ваней, это правда, без дураков, ребят Совсем недавно мы ведь у тебя дома сидели и пытались вспомнить, как же мы познакомились Ну вот, просто вот познакомились Сама встреча Да, и дальше не расставались никогда, и нифига так и не вспомнил Тушино маленький район, и Войковская рядом где, до Тушино жил И вот у меня, предположим, в классе Рома Лебедев, бас-гитарист Коррозия Металла Нифига себе Да, а Рома Лебедев, бас-гитарист группы Коррозия Металла Учился в школе, в которой Закат Солнца вручную вообще-то репетировал Представляешь, что мы вообще не знали, что... Ребят, какие-то невероятные факты Что мы не знаем о скрытых талантах, раз вы такие давние друзья Гарик, вот чего мы не знаем об Иване? Ваня делает часы, да, Ваня делает... Часы? Вот смотри, нам... Да, ну не он сам, не он сам, а завод славы наш старинный, да, советский С советских времен делает часы, дизайн которых Иван, между прочим, создает Кроме того, вот эти вот черепушки Ванька мне дарит постоянно То есть Ваня занимается серебром И вот это вот кольцо, тоже Ивана, которое я ношу лет 20-25, да Откуда такое увлечение? Я вообще кузничил, то есть я делал ножи В 2004 году я даже вторую премию на золотом клинке за нож инфирно получил Вау, какой-то вечер открытия Да, это фантастика А что мы не знаем о Гарике? Ну, знаете, я не могу донести уже вот больше четверти века до кинопромышленности, что Гарик один из лучших кинорежиссеров вообще в России Я поддерживаю Это реальный факт Внешне, конечно, он и его жизнь, и его творчество, это все стихия, это извержение вулкана, это сдвиг тектонических пластов Но в принципе, в сути, он один из самых урегулированных внутренних людей Кто этот парень? О ком он рассказывал сейчас? Познакомься Еще несколько фактов Гарик, ну, при всем том, как мы его не знаем со стороны отцовства Он трепетный отец Это прям вот сюська-мой-сюська, мимишка-мимишка Здоровый лось стоит, Саня, ему уже 30 годов Говорит, Сашечка, ты кашки поел? Для желудка надо, чтобы начал работать Слушайте, сколько всего выясняется Трепетный отец, и трепетный же отец шестерых детей, между прочим Да, это право, это шестерых Вань, каково это шестеро детей? Ну, так же, по большому счету, если серьезно, начиная после трех, уже разницы нет После двух уже разницы нет Уровень беспокойства вырастает, все боятся заводить большие семьи Типа, донашивают друг за другом, что-то едят там из холодильника, нормально Идиотский мотив, что, типа, деньги заведутся, нового заведут, как котов Нет, пусть родятся, как родятся Там Господь помогает сразу, как-то ты выходишь на другой уровень понимания По-другому у тебя заработки идут Как-то вот действительно, бытие помогает многодетным Прозвучала великая фраза Бог помогает многодетным Эти слова я переадресую через экран своей жене Господа, я рад вас приветствовать Мы начинаем игру двое на миллион Поехали А правила, правила чудовищно простые Прямо сейчас я дарю вам миллион рублей Поздравляю, он ваш, эти крики, ура, ой, миллион Но теперь все, как бывает в жизни За каждый неправильный ответ я буду забирать у вас крупную сумму денег Ваша задача сохранить как можно больше Все, других правил нет Господа, похожие на ковбоя и Ясаула Давайте начнем Первый раунд Раунд называется «Вопрос для друга» В нем игроки будут выбирать вопросы друг для друга Один выбирает вопрос, второй на него отвечает Цена каждой ошибки 100 тысяч рублей Примерно такую же сумму в месяц тратит на розы Одинокая инстаблогерша, чтобы все думали, что у нее есть парень Господа, кому-то из вас придется отвернуться Чтобы он никак не мог помогать в выборе категории Решите сами, кто Давайте я отвернусь Все, хорошо Игорь Иванович, мы с вами остаемся тет-а-тет Хорошо Смотри, Джокер из той стороны Хотел сказать, ну теперь-то нас не видят Джокеры Ти-ри-ри-ри Глаза на месте Он подглядывает даже Итак, внимание, категории Поехали Великие изобретения Музыка нас связала Вопрос средней сложности Что ближе Иван? Ты знаешь, учитывая то, что Ваня Обладает совершенно фантастическими знаниями Во многих областях То может быть великие изобретения Ну мне так кажется, может ему будет немного легче Хорошо, я даже не лезу в эту интуицию Ну мне так кажется, я не прав могу 30 с лишним лет дружбы явно что-то значит Итак, великие изобретения Иван Ахлобыстин, приезжайте Приезжайте скорее А себе самому что бы выбралось? Да Отлично, хорошо Играет только Иван Ахлобыстин В 19 веке американец Джозеф Гаетти Так гордился своей продукцией Что печатал свое имя на каждом листочке Современный вид эта продукция Приобрела в конце 19 века в Великобритании Где ее называли бумажные бигуди Хотя к голове она отношения не имела Что это за продукция? Так Это великое изобретение? А, хорошо Честно, если величайшие Современные Ну, это туалетная бумага А можно попробовать объяснить? Ну, во-первых, американец Можно дальше не объяснять, все Согласен Они люди прагматичные, во-вторых, бумажные К голове отношения не имеет это третий А уже и время вышло вообще, даже для обсуждения Итак, версия Туалетная бумага Туалетная бумага Окей, я принимаю эту версию Но хочу спросить Ты правда в это веришь? Ну, я всегда верю в лучшее Какие хорошие люди у нас сегодня Я напомню на всякий случай Цена ошибки 100 тысяч рублей Внимание Правильно Это было блестяще Это было великолепно Иван Ахлобыстин остается Гарик, пока Мы с тобой увидимся Итак, покажите категории Сделано в СССР Как это по-русски Загадочная Африка Сделано в СССР Ну, я думаю, да Тут, конечно, знаний будет больше Как это по-русски, наверное, что-то связанное с языками, с иностранными Загадочная Африка Кстати, кто бывал из вас в Африке? Опа! Внимание! Якудза не дремлет Ладно, хорошо Сделано в СССР Играет Гарик Суточок Ой, Ваня, я сейчас все проиграю Погнали Да ладно Да ты знаешь, я туповат Из-за дефицита Или в попытке обойти цензуру В 60-х годах прошлого века В СССР появился так называемый джаз на костях Дырочку в центре предметов Но все, все, можешь не читать Из которых этот джаз на костях делали Иногда прожигали сигаретой Что это за предмет? Ну да, все очень просто Это были рентгеновские снимки Почему он назывался на костях? Потому что на рентгеновском снимке Или грудная клетка Ну в основном это грудная клетка Лопатки и так далее И было легко нарезать То есть сам материал Вот этого пластика Он был таким мягким Что можно было легко нарезать пластинки А музыку на костях записывали То, что не шло у нас на радио То есть музыку запрещенную Которая не приветствовалась Не приветствовалась Я даже не буду здесь кривляться И изображать, что чего-то там Возможно, что это неправильно Это удивительно правильный ответ Покажите Досконально правильный ответ Господа, миллион рублей после двух вопросов Напоминаю, что гости сегодня к нам пришли Со своими вопросами Продолжаем Мы продолжаем первый раунд И теперь вы будете выбирать вопросы Друг для друга Глядя не на категории А сразу на ответы Один игрок выбирает ответ Второй отвечает на соответствующий вопрос Цена ошибки все та же Сто тысяч рублей Я думаю, не стоит менять схему Согласен Полностью согласен Можно надеть наушники и отвернуться Да, конечно Потому что в это время у нас будет здесь обсуждение Врубайте музыку Я пою Я пою Классно Мы Ивана включили его песню Отлично Есть какое-то обидное прозвище у Вани Или что-то, на что бы он точно откликнулся Чтобы проверить оборудование Работает или нет Да, Ванька, крикни просто и все Ванька! Ванюшка! Если бы я был Иван, я бы точно откликнулся Итак, внимание Гарик Правильные ответы Надо просто догадаться Какой вопрос к этому будет попроще Ну или какая у тебя тактика, я не знаю Буквы Это правильный ответ Сарафан Внутри автомобиля Первое, давай буквы Буквы Внутри автомобиля, наверное, тяжело было Интуитивно У вас обычно до этого получалось Мне кажется, сарафан Это все-таки так специфичная Такая женская одежда Не очень просто будет, мне кажется Внутри автомобиля Ну, наверное, легче И буквы, наверное, легче Ну, давай буквы все-таки Давай буквы Отлично Убирайте Верните нам Ивана Да он музыку слушает Смотри как Все! Кончилась твоя музыка, братан Ленька, Енька, Енька Кто? Ленка, Енька Из-за кризиса среди Летка, Енька Да С таким лицом Так только Михайлов слушает свои песни С таким упоением Итак Мы все в этой студии знаем правильный ответ Полная тишина Особенно Гарик, обращаюсь к тебе До момента, пока я не скажу Ответ принят Пожалуйста Никаких эмоций Никакой радости Никакого огорчения Это будет засчитано Как подсказка И сто тысяч просто Снимутся из банка Иван Удачи Молодьбы и хлебоздачи Поехали Пушкин Пушкин как-то раз сказал Что его основной доход Не от имений А от 36 Их Назовите их Обожаю такую тишину Как правило Она означает денежки К мою сторону Хотя Время Хорошо Итак Книг Публикации книг От 36 Книг Подождите 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 Все-таки друзей Наверное друзей Какой ответ в итоге Книги или друзья Друзья 36 друзей Ответ принимается Внимание на экран Итак Нет Неправильно Мы все знаем Молчим Попробуем догадаться 36 я ориентировался На лекции Окей С чем работают писатели Сценаристы Поэты Бумагой Бумагой С перьями Это расходный материал А непосредственно Непосредственно Что оружие Которым творят Поэты Сюжеты Еще мельче Рифмы Рифмы Отлично Рифмы состоят Из слов Верно? Слова состоят Из букв Да Ну ты олень Да Покажите правильный ответ Наушники надевает Гарик Сукачев Мы с Иваном Выберем правильный ответ А нет А я даже Блин Думать не буду Наушники Я срежусь Я срежусь Сразу Наушники Не взлетев Этот человек Называется На опыте Ля-ля-ля Сам не надевает Ну давай Врубай шарманку О, Иван Иванович Мужчина В овечей шапке Нас слышно, нет? Точно бы откликнулся На это Нас не слышно Итак, внимание Иван Из-за похмелья Будильник Кубик Рубика Кубик Рубика Кубик Рубика Кубик Рубика? Да Почему? Выбор невелик Вопрос, которые могут Вокруг этого быть Это головоломка Будильник Слишком абстрактно Из-за похмелья Как человек приличный Он отвечать не будет Кубик Рубика Хорошо Логика железная Кубик Рубика уберите Можно повернуться Игорь Иванович Приезжай к нам, дорогой Что за песня была? Как мило Как мило Летка Янка Из фильма Кризис среднего возраста Слушай, как мы здорово Сыграли ее Как ты чудно ее спела Да, не говори Прям хочется Взглепалмом Блин, ребята Сегодня какой-то мед Течет по студии Класс Чудно, чудно Иван Полная тишина Все в студии Ну, я не отгадаю Внимание, вопрос Поехали В 1995 году Ювелир Фред Куэльяр Воспользовался Рубинами Двух оттенков Белыми бриллиантами Сапфирами Аметистами И изумрудами И изготовил Популярную Игрушку Самая интересная Игрушка Работала как надо Что же он изготовил? Рубина Довольно Довольно дорогой камень Вот рубина Рубины Дорогие камни Ну понятно Он ювелир В 1995 году Да, слушай Загадочно Внимание на экран Правильный или нет? Неправильно Пойдем от оттенков Рубины двух оттенков Написано неспроста Два Два разных цвета рубина Один рубин Вот Ивана И вот другой рубин Окей Они двух оттенков Дальше Белые бриллианты Белые бриллианты Белый цвет Сапфир Какой цвет? Ну голубой такой Голубой, правильно Голубой, синий Аметисты Аметисты Фиолетовый Фиолетовый Такой цвет И изумруды Зелененькие Правильно? На какой игрушке Столько цветов? Я правда не такой умный Я просто очки одел Понимаешь? Я не понимаю Я не буду мучить Ты сейчас увидишь И скажешь Ё-моё Правда? Неужели? Внимание Кубик Рубика Раунд завершен В нем вы потеряли 200 тысяч рублей Примерно столько Я готов заплатить Чтобы интернет забыл Что я три месяца назад Искал где купить Надувную лодку И перестал мне предлагать Надувные лодки Пожалуйста Сегодня к нам пришли Два старых друга Они дружат с тех пор Когда еще Кремль был белым Иван Ахлобыстин Гарик Сукачев Очень приятно Я знаю одну историю Невероятную Которую мне Иван Рассказывал однажды На съемках Можно ее рассказать? Про свадьбу и водопад Я умоляю А, да Гарик, ты в этой компании Присутствовал тоже? Или нет? Разумеется Какая-то Веселая память Когда с моей супругой Познакомились Были две такие Зажигалки Из таких районов Что боялись Что Ну, сам мы Аннигилируемся Нам нужно Чтобы Сразу было все оформить И мы подумали Нужно отнестись Серьезно Фундаментально И Купить самое главное Что должно быть Семейной жизни Вот это обеспечивает Стабильный Такой крепкий Брак Многочадия Веселый нрав Смех в доме На много десятилетий Мы купили Самые три важные вещи Собаку Фонтан И бильярд Причем бильярд У нас мы снимали квартиру Никак не Как ее доперт И непонятно Не в лес Он только боком Стоял Это прям Три признака роскоши Роскошки жили Фонтан Фонтан Это был Умилительный фонтан Из пластика Из какого-то Где двое влюбленных Голубки И он Работал тихо Но ночью Это было слышно И он вызывал Приступы дезурии Поэтому мы его Передарили Когда ты мне рассказывал Эту историю Ты рассказывал Что после свадьбы Все приехали к вам В эту квартиру Естественно продолжили Там веселье И все такое И забыли на ночь Выключить фонтан Несколько взрослых людей Проснулись с мокрыми Станами с утра Классно Господа Я напоминаю Что после первого раунда В вашем банке 800 тысяч рублей Второй раунд Каждый из вас Увидит на экране Некую загадку Загадки будут разные Но обсуждать загадки Друг с другом Вы не имеете права Вы по отдельности Подумаете над своими загадками А потом у вас будет 30 секунд Чтобы соединить ответы И получить название Сказки Цена ошибки Как всегда 100 тысяч Примерно столько школьников Не смогли написать сочинение Как я провел Лето 2020 Без матов Господа Разъезжаемся И Внимание на экран Покажите загадки Если вам понадобится Дополнительное время Я готов вам продать 30 секунд За 30 тысяч Съезжаемся Можно обсуждать Шикарное обсуждение Я прямо от попа Могу только так От попа Потому что там Диапазон Вселенной Петушок 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 Ну наверное гадкий Все таки Утенок Гадкий утенок Время Ну не богатый Не богатый Время Там про богатство Речь идет Золотой петушок Дело понятное Да гадкий утенок Гадкий утенок Значит Гадкий утенок Ваши Не 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 Давай еще Будете брать дополнительные 30 секунд Чтобы пообсуждать Еще Да Давайте 30 тысяч Пожалуйста Давайте Ну и чего Обсуждайте В моем варианте Что я могу обсуждать Слово только одно Предложить Ну Птицу Да гадкий утенок Вот поверь мне Ну вот точно Вот у меня Складывается только это Ну у тебя птица Птица Кого ты там сначала Курицу назвал Золотой петушок Петушка Золотой Ну курица Самка петуха А Курица Пелочка ряба Нет Она же яйца не взяла Время Нет Еще раз Гадкий утенок Давай Гадкий утенок Я принимаю этот ответ Как хорошо было в начале с петушком Надо было стоять на этой версии господа Ну почему Потому что мне она нравилась больше Внимание на экран Потому что я бы забрал 100 тысяч А так не получилось Тебе Блестяще Идем дальше Разъезжаемся Хорошо Вся та же самая схема Сказка 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 Загадки О, все Да, я понял Время, съезжаемся Можно начинать обсуждать Вань Месяц 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 Компас А? Компас Месяц Давай слово Декабрь Декабрь Нет Название Сказки Так ведь? Да Время, господа Берете 30 секунд Еще для обсуждения Двенадцать месяцев Может быть Братское сердце Ну да Ну двенадцать месяцев Либо версию Либо 30 тысяч Еще можно пообсуждать Двенадцать месяцев Двенадцать месяцев Но мне так кажется Вы не берете Господа Я не знаю Че там вайке было Семьдесят тысяч Сильно лучше Чем минус сто У меня месяц Это хорошо Вы обсуждаете Сейчас Это у меня Списуем денежки Обсуждение продолжается Это сказка Блин Давай двенадцать месяцев И все Мы уже бабло С тобой теряем Да Деньги брызги Это пыль вообще Давай хоть пошалим Ты ема Ты что чумак у нас Что ты там заряжаешь Но Можно Три Два Один Двенадцать месяцев Двенадцать месяцев Да У вас никаких других версий Не будет Нет У меня кроме компаса Ничего в голову не идет Честно говоря Нет у тебя никакого компаса Двенадцать месяцев Все Зря Шикарная сказка Компас месяцев Да Обалденная вообще Я бы только смотрел ее Небесный компас Можно Двенадцать месяцев Да Совершенно верно Я принимаю этот ответ А небесный компас Он меня полностью устраивает Потому что хотя бы Тридцать тысяч Я смог отобрать В этом вопросе Двенадцать месяцев Шикарно Загадки на экран На круглом устройстве Оно расположено Между тремя единицами Как большой знаток Часов Ну Ну Что за круглые устройства Ну часы Часы Циферблат Правильно Да Три единицы Три единицы С одной стороны Единичка А с другой стороны Одиннадцать И между ними Находится что Да Слушайте Двенадцать Я не допетрил Я не допетрил Ну естественно Да Дримворкс Где сидит мальчик На месяце И оттуда По ночам На месяце Шикарно Третий заход Господа Обалденная сумма Дайте хоть чуть-чуть Итак Загадки на экран Время Убрали загадки Можно начать обсуждение Кошелек Кейс Визитница Знаменитые сказки Про визитницу Вставляются Ну ассоциативно Ага Пилюльница Сказка Какая сказка Знаменитые сказки Волшебная пилюльница Господа Время вам надо Вы не сильно обсуждали Оно закончилось Если хотите Еще 30 секунд Можно взять Да-да-да Давайте Да Хорошо Давайте 710 в банке Так О Малахитовая шкатулка Шкатулка Все Малахитовая Малахитовая шкатулка Я не понимаю Как это Сидел Сидел Человек Сидел Сидел Так Малахитовая шкатулка Совершенно верно Да Я хочу себе такую же шапку с ответами Клянусь Мне нужна шапка с ответами Шапку-то я сниму А у Мища-то куда девать У Мища, да У Мища удерживается как раз Вот там под барашком Малахитовая шкатулка Шкатулка Внимание на экран, господа Вы не представляете Насколько это редкий случай Чтобы три Три правильных ответа В этом раунде получилось Давайте еще раз посмотрим Ты сидел, долго распаковывал этот каламбур И соединял его с тем, что говорил Ваня Насколько я понял Да? Хоть как-то ассоциативно Итак, внимание Любители каламбуров скажут Что если на радиостанции мало хитов То она такая Малахитовая Малахитовая Сундук на минималках Для ценностей и реликвий Шкатулка Малахитовая шкатулка Раунд завершен И по итогам двух раундов Наши игроки потеряли Двести девяносто тысяч рублей Между прочим Столько стоит автограф человека У которого есть автограф Гаррика Сукачева Ищите его И Шаг на миллион Национальный гимн Греции Состоит И это абсолютная правда Из 158 куплетов Просто в нем Перечисляются все страны Где не так хорошо Как в Греции В эфире Интеллектуальное шоу Двое на миллион Даже если бы наше шоу Выходило на радио Вы все равно бы Их узнали Потому что эти голоса Невозможно не узнать Гарик Сукачев Иван Ахлобыстин Я напоминаю Что в вашем банке 710 тысяч рублей Впереди третий раунд Раунд называется Только факты В нем игроки должны Отгадать имя известного человека По нескольким фактам Из его биографии Сначала на экране Сначала на экране появится Три бесплатных факта А затем Если захотите Вы сможете купить Дополнительные За 30 тысяч рублей Каждый Цена ошибки Все та же 100 тысяч рублей Между прочим Именно столько букв Р в день не выговаривает Ивана Ахлобыстин Примерно Очень Работа в команде Друзья Поехали Три бесплатных факта Очень известный Человек Ты смекаешь лучше Неоднократно Номинировался На Нобелевскую премию Но так и не получил ее Написал 54 статьи Для энциклопедического Словаря Брок Гауза И Эфрона Его дочь Вышла замуж За Александра Блока Даль На энциклопедический Словарь Даля Есть еще Написал 54 статьи В эти словари Да Но есть же отдельно Толковый словарь Даля Совершенно верно Да Но Брангаус Эфрон Это не Даль А Александра Блок На кухне Так он написал Статьи в эти словари Значит Он был причастен Вообще К этому бизнесу И мог за ними Выпустить свою энциклопедию Неоднократно На Нобелевку Номинировался Ваня Тут я плыву просто Надо еще одну подсказочку Несмекнем Да Минус 30 тысяч Занимался вопросами Воздухоплавания И кораблестроения Ну вот из воздухоплавания У меня только миль Почему-то Если дали То у меня почему-то миль Потому что Как раз миль Создавал Улетательные аппараты Калибас Калибас С каждым фактом Будет все легче и легче Воздухоплавание Кораблестроение Видите какой Разносторонний человек Да Это такие разные вещи Воздухоплавание Кораблестроение Цилковский Цилковский Не занимался Кораблестроением Никак Советую брать факт Очень хороший Прям вообще Давай Я бы за него 60 взял Но возьму 30 Давай Факт еще один На всякий случай От греха Денежка Спасибо Установил Что 40 Это оптимальное значение Менделеев Это Менделеев Почему? Объясните А потому что Оптимальное значение Количество градусов В водке 40 градусов Так ведь? Ну плюс еще таблицу Написал Когда было время Ну нет Я говорю Вот установил Что 40 Это оптимальное значение Он создал стандарт В водке 40 градусов Ну мало ли о каком значении Менделеев Неоднократно на Нобелевку Он не получал Единственное Что случая 100 пудов Не получал Но вот Сколько должно было быть Менделеев Мог написать статьи В словари Брагауза и Ефрона Вполне Он мог написать Эти 54 статьи Ведь элементы Были названы Новыми названиями Ферштейн Им самим Господа У вас несколько версий Время подходит к концу У вас был Циолковский Вот прямо сейчас Менделеев Да Что вы еще называли Ну 40 Оптимальное значение Только водка Лезет в голову Может выпить хочется Угол подъема еще А это опять Угол подъема Угол подъема Давление Возраст После которого Нельзя сидеть на холодном Все подходит Ну Я вам от души советую Просто По-дружески Шестой факт Давай Давай Но я друг платный 30 тысяч Пожалуйста Давай Паша Придумал систему Которая расставила Все на своей Менделеев Менделеев Конечно Ваш ответ Менделеев Конечно Внимание на экран Правильный или нет Слушай Никогда не знал Никогда не знал Слушай Никогда не знал О том Что он занимался Вопросами Воздухоплавания И кораблестроения Сумасшедшего кругозора Был человек Ну безусловно Мы его все знаем Как химика Но только 10% Его работ Были посвящены Непосредственно химии Ну да А вообще Более 10 направлений Науки Которыми он занимался Профессионально Конечно Конечно Господа Раунд завершен Все За три раунда Вы потеряли 380 тысяч рублей А это Примерная стоимость Коллекции Кепа Гаррика Сукачева Очень много Впереди Четвертый раунд Блиц В этом раунде Игроки будут вместе Отвечать на вопросы Блица Всего несколько секунд На размышления Как только игроки Дадут неправильный ответ Либо не дадут Никакого ответа Запустится счетчик И из банка Начнут списываться деньги С каждым неверным ответом Деньги будут списываться Все быстрее И быстрее Готовы? Угу Я вам желаю удачи Все вопросы Непростые Потому что Некоторые из них Очень иносказательные Угу Кисломолочный деликатес Для вороны Сыр Сыр Любимая верхняя одежда Фигуриста Ну Костюм Ну как он Костюм Тулуп Отчество дожки Гарика Харламова Игоревна Верно Сколько минут Отдается на потеху? Час Сколько минут Отдается на потеху? 60 60 Обертка для шаурмы Лаваш Верно Бывает и на клавиатуре И в памяти Пробел Как называется Снаряд в регби? Мяч 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 Верно С какой птицей Сравнивают плохую мать? Кукушка Верно Полосатый брат тыквы Арбуз Верно Подставка под будущий портрет Мольберг Верно Стоп АПЛОДИСМЕНТЫ Блиц завершен И за 4 раунда Наши игроки потеряли 452 тысячи рублей 452 тысячи Кстати Ровно столько россиян Готовы вакцинироваться Если укол сделает Лично доктор Быков В исполнении Ивана Ахлобыстина Это официальные данные Господа У меня для вас есть Просто феноменальная новость Все эти деньги ваши Но они достанутся Только одному АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите Интеллектуальное шоу Двое на миллион После 4 раундов В вашем банке 548 тысяч рублей И все эти деньги Достанутся тому Кто победит В нашем финале Поехали АПЛОДИСМЕНТЫ Финальный раунд Называется Каждый за себя Потому что в нем Игроки сразятся Друг с другом Все ответы в финале Представляют собой числа Чье число будет ближе К правильному Тот и взял вопрос Кто возьмет больше вопросов Тот соответственно И выиграл На каждый вопрос У вас есть Несколько секунд За это время Вы должны успеть Записать свой ответ В планшете Можете уже их доставать Если вы не записали ответ К сожалению Он не засчитывается Господа Самое главное Быть ближе К правильному ответу Ну а если угадали Вообще супер А если знали Ой Целую руки Поехали Сколько минут Тратит на все остановки Поезд Москва Владивосток Во скольких фильмах Арнольд Шварценеггер В том или ином виде Использует фразу I'll be back Сколько килокалорий В одном литре Этилового спирта Ну тут я думаю Должны все знать Самое большое количество Голов в футболе Забитых вратарем команды За его карьеру Я знаю Сколько часов Длился самый продолжительный Музыкальный клип Сколько человек Участвовало в сцене Похорон Махатмы Ганди В фильме 1982 года Ганди Касая сажень в плечах Сколько это сантиметров Все Выиграл ты Я ничего не знаю Я вообще ну Чистая интуиция Мне просто нравятся циферки Я их нажимаю Ну вот такая же беда Итак Сколько минут Тратит на все остановки Поезд Москва-Владивосток Иван 70 тысяч минут Гарик 250 минут Гарик Использует эту фразу Использует эту фразу Кстати в честь Шварценеггера Есть специальный язык программирования Арнольд Си В котором В котором кстати в качестве команды Используются его цитаты из фильмов Арнольд Шварценеггер Вы нас смотрите Привет вам Арнольд Шварценеггер Сколько килокалорий В одном литре Этилового спирта Иван Ноль Ноль Не верят в спирт Вообще Нет кого Гарик 357 калорий Ближе 7100 килокалорий Вот от чего я толстею Ну а я А это кстати не шутка Потому что Вот допустим Просто в 100 граммах спирта Содержится запас Треть дневной нормы Вот сколько Поэтому господа Хлеб же Жидкий хлеб Жидкий хлеб Да Ну да Самое большое количество голов в футболе Забитых вратарем команды За его карьеру Иван 17 голов 17 да Гарик 9 голов Иван ближе 131 гол 131 Да Кто этот Это бразилец Рожерио Мюке Сени Так его звали В основном он забил все эти голы Со штрафных из пенальти Но Как он сам про себя говорит Что ему очень везло Просто везло Сколько часов Длился самый продолжительный Музыкальный клип Иван 3 часа Гарик 18 часов Гарик Поближе Но очень далеко Вы сейчас просто обалдеете 4264 часа Это видео Это видео Level of Concert Группа 21 Pilots Я думаю в нашем зале Все знают В 2020 году В книгу рекордов Гиннеса Попал этот видеоклип Сколько человек Участвовал в сцене Похорон Махатмы Ганди В фильме 1982 года Ганди Иван Миллион Человек Гарик Полтора Миллиона Человек Иван Ближе 300 тысяч Человек Участвовало В этой сцене 300 тысяч Человек Среди них Причем 200 тысяч Пришли добровольно Волонтерами Бесплатно И только 194 тысячи 560 человек Получили Ну такой Символический Гонорар Касая сажень В плечах Сколько Это сантиметров 90 90 И 180 Пишет Гарик Гарик ближе 248 сантиметров Просто тут надо вспомнить Первоначально Касая сажень Это расстояние От кончиков пальцев Вытянутой вверх руки До пальцев Ноги Противоположной Этой руке Это сажень Это касая сажень Потом Эта единица Меры стала постоянной И ее уже прям Устаканили К сантиметрам 248 Я вас поздравляю И прямо сейчас Я могу огласить Результаты Выиграл Гарик Сукачев Победитель Забирает 548 тысяч рублей Но по нашей традиции Проигравший Должен признать Победителя Сказать О его Интеллектуальном Превосходстве А также признать Что Именно ему Больше идут Кожаные куртки Очки и мотоциклы Ну во первых Все вопросы Со сказками Связаны Я тупил Откровенно Гарик Ну я интуитил Во вторых Он старше Солиднее По этой причине По любой бы я должен был Даже если бы выиграл Отдать У нас в Тушино Так принято И конечно Гарик Это Эрудит Это О господи Светило Интеллектуального Олимпа Рок-н-ролла На нашей лестничной площадке Не забывай о том Плюс Еще и скромный А какая прелесть Я просто счастлив Сегодня находиться В студии Этой программы Не как ведущий А как обыкновенный Зритель Потому что для меня Балагур И весельчак Иван Ахлобыстин И прожженный Рокер Гарик Сукачев Открылись В совершенно Новом виде Теперь я всем Буду говорить Что вы господа Интеллектуалы Спасибо вам Если у вашей бабушки В кошельке Осталось только Три рубля То вы либо плохой внук Либо отличный музыкант Это двойный миллион Это ТНТ Павел Волев Ма До новых встреч Круто Спасибо большое Ребята